И вот работая в комиссии по архитектуре, строительству и земельным отношениям, то есть почему-то наша комиссия трактуется больше, все забывают об архитектуре и строительстве, а такое впечатление, что у нас комиссия по земле, то есть все остальное как бы никого вообще в этом городе не интересует. Это комиссия по земле. Вы знаете, я хочу согласиться с моими вещами своих коллег. Первое, не хотелось, чтобы, скажем так, эта тема была пиар-компанией какой-либо из политической силы, наша фракция в ноябре месяца тогда не поддержала проект решения нашего коллеги среднего места Хоруженко, Саши, по одной причине, даже по двум скажем так. Но первое, я тогда точно не помню, но, сгибно закону по привлечную информацию, по-моему, проект решения не висел на сайте. Но, честно говоря, книжки мы, это была третья или четвертая книжка, получили мы буквально там за три или четыре дня, потому как бы не успели разобраться. О, это первая причина. Вторая причина, мой коллега от партии Батьківщина, то есть Иллиженко Алексей Михайлович, в прошлой каденции, будучи депутатом, тоже выносил проект решения, который... Он не вынес. Ну, было предложено, да. Он говорил, что есть у него проект, и мы тогда планировали в конце каденции его вынести, но так и он... И потому, когда он выступил с предложением, то есть, снять вопрос по камести господина Хоруженко, то есть, проработать в комиссиях, скажем так, политическими партиями один проект решения, второй проект решения, может быть, из них сделать даже золотую середину, из двух этих проектов решений сделать золотую середину. Но тогда бы, скажем так, этот проект решения, действительно, уже бы ни один депутат, ни с одной политической партии не сказал, что это политический пиар. То есть, кто-то готовится, там, скажем так, на выборы парламентские или еще куда-то, чтобы... Ну, это, я думаю, никому не интересно. Еще раз говорю, что складывается впечатление, что наша комиссия занимается только дерибаном земли. То есть, хотя на каждой комиссии присутствует начальник управления архитектуры, земельных ресурсов, Держкомзема. Но, поверьте, то есть, те вопросы, которые вот сегодня есть в моратории, но каждую неделю, на каждой комиссии мы сталкиваемся с теми вопросами, где те же даже ЕЖБ, то есть, когда мы анализируем этих людей, то есть, скажем так, больше половины этих людей это обычные люди. То есть, я не знаю, подставные это люди, не подставные, но это обычные люди, которые, скажем так, не имеют там больших фирм, не ездят на Мерседесах. То есть, анализировать, там, скажем так, заводить еще службу безпеки нам для того, чтобы следить за человеком, понять, он себе это берет или кому-то на продажу, ну, поверьте, это, как бы, я думаю, глупое решение, правильно? Что касается самого проекта решения сдавать в аренду, там, ну, я поддержу Игоря в том плане, что, если это есть, как говорится, сгидно наше законодавство, мы живем в этой стране, должны жить по закону этой страны, то есть, законы, говорится, случайно не придумывают, все должны их придерживаться. Если есть такая строка в законе, что мы имеем полное право давать в аренду земельные участки, нет вопросов, чтобы немножко, скажем так, снять ажиотаж вокруг выделения земельных участков, давайте будем давать в аренду. Если нету этой строки, то давайте, как там, насколько я помню, написано, безоплатно, то есть... Там есть два момента, то есть, выдача в аренду, она тебя не возбавляет плава безоплатной приватизации. Приватизации, да. То есть, получив аренду, построился, безоплатно приватизировано. Да, да. Но, опять же, скажем так, есть нюансы. Нюансы в чем? То есть, создали комиссию. Да. То есть, где гарантия, что эта комиссия не будет, скажем так, заангажирована, или где-то кто-то не позвонит, где-то кто-то не приедет, где-то кто-то не встретится за чашечкой кофе, и не попросит за кого-то или за себя же. То есть, опять же, два претендента. Это все закончится опять судебными разбирательствами, потому что каждый претендент будет биться в грудь и говорить, чем я хуже.